С приветом, Набутов. Его, конечно, абсолютная муть. Я сам практикующий полиамор. Нет, ты практикующий тот, кого я, к сожалению, не могу сейчас назвать. Я могу сказать, да. Дело в том, что настоящий полиамор — это не любовь ко нескольким людям. Это, прежде всего, любовь к себе. Как пишут наши слушатели, вот сам не любил, но осуждаю. Ну, не любил, но осуждаю. Любили ли вы несколько человек параллельно? Считаете ли вы это полиаморией? Самое главное, насколько я понимаю, разница между бабством и полиаморией только в том, что ты можешь друг с другом это дело обсуждать. Ты не просто левачишь там в свободное от работы время. Почему ты опять всё до уровня штанов опустил? Я с ним не разумеется. Ну, потому что всё до этого уровня и опускается, в конце концов. Потому что мы животные. Ну, не у всех всё так элементарно, Виктор Кириллович. Нет, всё очень сложно, но опускается всё всегда вот туда. Потому что если туда не опускается, а там не поднимается в итоге, то никакой полиамории быть не может ни с кем. И вот эти мне все разговоры, что мы встречаемся, подержать друг друга за рогой, почитать стихи, это оставьте бедным. Нам после 30, понимаешь, уже хочется какой-то разрядки. Мне нравится, как он намолодился, да, сейчас автоматически. Международная разрядка. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, как зовут вас? Меня зовут Екатерина, ваша специальная слушательница. Здравствуйте. И знаете, что я вот заметила у тебя? Сейчас я слушала вашу историю. Короче, дело в том, что у меня нет традиционных отношений. Я живу с женщиной. Так. А в то же время я не могу сказать, что принимаю вот этот полиаморий. Хотя, казалось бы, да, я должна быть более широких, открытых взглядов. Я связываю это с тем, что для меня это не знакомо. У меня не было такого опыта. А все, что нам не знакомо, мы к этому относимся, ну... С опаской. Негативно. Да. Изначально. Да. И я думаю, что, скорее всего, в этом, например, причина тому, что гомофобия будет всегда. И она никогда не исчезнет. Ну, вы вообще, в принципе, для себя допускаете ситуацию, когда вы любите одинаково двух человек? Для меня просто это противоречит самому понятию любовь, откровенно говоря. Ну, акции согласны с вами, да, поддерживаю вас. Спасибо большое. Спасибо, Катя, большое. Да, и за честность, кстати говоря, тоже. Вот, давайте, ну, давайте еще звонок. Давайте еще звоночек. Да, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Да, как зовут вас? Игорь, меня зовут. Здравствуйте, Игорь. Игорь, а вы понимаете, что речь идет не только о мужчинах, да, но полиамор, это и женщины также в разной, в такой же степени. Понимаю, понимаю, у меня есть подруга хорошая, которая, что-то, говорит, ни одного мужчины мало. Ну, понятно. Ну, вот все-таки опять, вот, понимаете, вот, Витя, вот это, да, Игорь, большое спасибо. Это вот виноват ты, понимаешь? Что виноват я? Потому что тебе полчаса сидел ребенок, рассказывал в эфире про то, что это про любовь. Мне не надо рассказывать. Это про эмоциональную привязанность. Дети мне не должны ничего про любовь рассказывать. Я сам, гасконец с детства, академик. Любовь, ты любишь человека, у нее есть недостатки и привязанности. Когда вот, знаешь, вот, давай, простой кейс. Елена, я так по вам скучала. Быстро простой кейс. Быстро простой кейс. Елена прокомментирует и ваши звонки. Значит, смотрите, обычная ситуация, вот о чем шла речь. У меня есть супруга, я люблю ее. Мы давно друзья там. У меня определенный вид, любовь тоже разных видов бывает. Правильно же, шести. Акме там такая, сяка, там или даже больше. Ну, вот, я, мы давно вместе. Например, такая ситуация. Вот, значит, все, она близкий мне человек, нам интересно поговорить, посмотреть кино. Ну, у нас не ладится давно, может быть, страстные отношения или редко. Ну, обычная ситуация. Миллионы, миллионов через нее проходят. Вот у меня есть молодая любовница. Я еще раз говорю, причем они друг о друге даже могут знать. Я там компенсирую что-то, чего мне не дают. Подпитываюсь энергетически, получаю какой-то секс, например. Не важно. Ну, обычная тема. И у женщины так может быть. Не важно. Это гомосексуальные отношения или гетеросексуальные. И такие у меня есть примеры. Когда муж на старость лет заводит себе любовника. Ну, что поделать. Ну, да, такое бывает. Вот у нее компенсатор, наверное, там что-то получает, чего нет в браке. Является ли это полиаморией? Я думаю, не так. Я, насколько понимаю... Ну, а как? Нет. Они же очень четко разделяют измены в браке параллельную любовницу от своего принципа. Я вообще вот слушаю это все и почитала вчера чего-то на эту тему. Я так понимаю, что люди, у которых есть особенности сексуальности... Мы все равно говорим про сексуальность, потому что в основе романтической любви, в основе чувств, и не в основе даже, а как сопровождающий какой-то элемент, все равно есть сексуальность. Мы все равно влюбляемся в человека, который сексуально нам кажется привлекательным. По каким это происходит? Одному Богу известно критериям, что только не пишут на эту тему. Но эти люди, у них есть некие особенности. Вообще, многообразие человеческого проявления сексуальности, оно настолько огромное, и оно, как правило, находится в тайне от большого мира. Ну, потому что каноны установились 15 тысяч лет назад, и это было связано с частной собственностью. И поэтому это все ограничено тем, чтобы общество сохранило какие-то свои векторы развития. Это было обществу выгодно, полезно, и давало возможности двигаться дальше. А эти люди, у них особенности восприятия этого мира. И поэтому они сбились в сообщество и придумывают даже законы, по которым они живут. Конечно, какой-то человек может быть влюблен в двух одновременно. Это очень часто, когда девушки выбирают себе, допустим, партнера, с кем строить длительные отношения, ну, по типу семейных. Они говорят, вот у Васи он умный, он там еще какой-то, но он неэнергичный. А вот Петя, он огонь, он работает, он там еще что-то делает, но туповато. Вот как бы их бы вместе соединить в одну чашку? Куда как страшнее, если они оба умные, энергичные, и вот любишь двоих, и ты уже как бы далеко не девушка. Да-да-да, эти истории тоже очень часто случаются. То есть человек может любить двоих одновременно, я совершенно, то есть я стала, видела такие ситуации, знаю, что это реально происходит, но сам факт, что они сбились в группу и устанавливают какие-то законы... А мне кажется, это защитная история, конечно. Защитная, безусловно, это чтобы защитить свое право быть другим, иным. И, ну, радостно им, ну, пусть живут здорово, классно, это все-таки любовь, а не разрушение. Я хочу сказать, что если вот кто-то что-то не испытывал, то это не значит, что такого испытать невозможно. Конечно. Это вот Витя. Я старый олдскульный бабник, мне все это, ну, я в поиске. Причем мне нравится в этой ситуации. Правильно? Лен, вот нормально, мне вот ничего не надо, вот одну единственную, вот я пока в поиске. Да, ты в поиске. Пока и тренируюсь заодно. Да. Уже, правда, выхожу на... В планке, в динамической планке. Правда, видимо, пора заканчивать с большим спортом, но тем не менее, буду на ветеранских турнирах выступать. Елена, смотрите, а вот такие приходят сообщения в нашем эфире, вообще, насколько это возможно, скажем так, ситуация с хорошим исходом. Слушатель пишет, не буду называть его имя в эфире, он попросил, как сделать камин-аут в качестве полиамора, у меня отношения с четырьмя девушками. А зачем нужен камин-аут? Ну, видимо, человек чувствует эту необходимость. Ну, если в этом есть необходимость, дайте, сделайте, взять на себя ответственность за то, что тухлые помидоры полетят. А камин-аут, секунду, речь идет о камин-ауте, это признаться окружающим? Публично или этим четырям девушкам? Ну, видимо, девушкам. Тогда это не совсем камин-аут. Не совсем. Дорогой слушатель, пожалуйста, уточняющие вопросы. Вы имеете в виду рассказать всем девушкам, я не знаю, рассказать обществу и открыто жить с ними, да, в одном, я не знаю, там, в одном доме, например. Что конкретно? Камин-аут в каком плане? Перед кем? А вот, знаете, Виктор, не даром, что умный человек, сразу видно, как зовут. Наверное, свингерство больше подходит для многолюбия или нет, спрашивает Виктор? Думаю, совсем нет. Думаю, это вообще про другое. Это вообще про другое свингерство. А если постоянные пары свингеров? Все равно, там нет речи, там есть доверие, там не про любовь вообще, там просто про особенности возбуждения эротического, да, вот это наблюдение, смена партнерами, это дает какой-то часть, многообразие, оно просто удивляет, да, и радует сексуально. Поэтому это просто дает возможность разнообразить исключительно сексуальную жизнь на фоне доверия. Хороший вопрос. Добрый день. Скажите, полиамория, на мой взгляд, противоречит христианским понятиям. Вам не кажется, что вообще это разрушает семейные ценности? Вместо того, чтобы искать и открывать в своих половинах что-то новое, полиамория ищет это на стороне. Что такое семейные ценности? Вопрос пропускаем, я надеюсь. Нет, это я. Нет? То есть ты хочешь получить ответ? Серьезно, да? Да, да. Знаете, я когда-то задавала себе вопросом, почему же так христианство против секса вообще, да, то есть грех всегда огромный. А потому что это очень удобный рычаг управления, потому что этим занимаются все. И этот грех можно приписать абсолютно всем. Да, о ценности я бы хотела узнать бы эти семейные ценности с точки зрения, ну, хотя бы недомонстроя, да, каких-то других вещей. Одну секундочку, у меня есть по этому поводу очень важная информация и именно про Папу Римского. Так вот, к вопросу о том, как по-разному сейчас начинают развиваться разные ветви христианства. Мне это нравится, что католицизм становится ближе к людям и старается меняться, несмотря на тысячелетнюю историю. Ну, про ассистанта вообще говорить нечего. Мы идем ровно в обратную сторону. Это многим нравится, мне не нравится. Но это вопрос, так сказать, мироощущения. Папа Римский Франциск заявил буквально несколько дней назад, что сексуальность – это дар Божий, а не табу. Об этом Патифик сказал, отвечая в минувший понедельник, вот на этой неделе, отвечая на вопросы молодых верующих из прихода Франции, которых принял на аудиенции. Текст беседы распространила служба печати Святого Престола. Сексуальность, секс – это дар Божий, который Господь дает нам. И у этого дара две цели – любовь и рождение новой жизни. Это страстная любовь, настоящая любовь страстная, когда между мужчиной и женщиной такая любовь, это ведет к вечной жизни, сказал папа. Он напомнил, что Бог создавал и мужчину, и женщину по собственному подобию и для любви, ибо он их любит сам. Вот какая вам и стоит. Это очень важно, какая это говорит Патифик. Вы знаете, я видел, у моего мужа хранится ночная сорочка его бабушки. Она была очень верующим человеком, католичка. Так вот, рубашка – это не важно. Очень интересное устройство этой рубашки. То есть она с длинным рукавом, она по щиколотку, а посредине, чуть ниже живота – окошко. Ну вот на завязочках такое, да, поднимем. И на окошке написано не ради греха, а Господа ради. А, понятно. Тук-тук, это я, почитаю, Лен Печкин. Да, да, да. Плюс 7903, 7976333. Слушатель, который спрашивал про камин-аут, прислал уточнение, что да, он хочет открыться прежде всего девушкам. Девушкам. Ну, тогда, естественно, вы признаетесь в этом во всем. Чего вы боитесь? Кто-то из этих девушек не примет и уйдет. К этому просто надо быть готовым. Елена, я полностью с вами согласен. И вот тут вот смотрите, к сожалению, не подписавшаяся наш слушатель, замечательная история. Да. Насколько вам, вот она и разница. Разница в том, что пока он не признался, он лилидун, так сказать. Да, да. А когда он признается, вы станете сразу полиамором. Вот я и говорю, весь вопрос в кодексе чести. Да. В этих правилах, которые установлены, да, что непременная откровенность, непременный разговор и вот этот камин-аут. Ну, давайте, у нас очень много телефонов. И еще одна тема даже заявлена. Здравствуйте. Алло. Алло. В эфире. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Москов. Прошу, Сергей. Вы знаете, вот я послушал эту тему. Я даже вот после этого еще больше зауважал работы Алексея Минеевого. Вы с таким энтузиазмом и интересным рассказываете вот этот вот запах говна, что я вот просто не понимаю, как это вообще можно обсуждать. Давайте, да, давайте мы будем как-нибудь корректнее выражаться в прямом эфире. Знаете, я вам хочу сказать, обычно люди произносят то, чего у них много. Ну, в общем, да. Ну, просто наш слушатель, он не согласен. Ну, да. У него другая точка зрения. И он так ее выражает. Просто вот в этом и разница между нами. Кто-то может представить, что есть и другие точки зрения? Конечно. И они абсолютно так же имеют право на жизнь, как и у вас. А кто-то нет. Ребята, за долгие-долгие там тысячелетия столько всего перепробовала, что говорить о том, что наш век развращен. Почитайте 18 век. Мы дети по сравнению с тем, как была устроена жизнь в 18 веке. Я уже не говорю куда-нибудь туда вдаль веков. В античности. В античности в той же. Хорошие были времена. Палеаморные. Палеаморные райи. Ребята, расслабьтесь, все в порядке. Главное, чтобы амор был в принципе. Хоть какой-нибудь. Хоть поле, хоть один, хоть к себе и прочее, прочее. Все-таки лучше любовь, чем любая форма агрессии. На самом деле, я вот беспокоюсь о таких людях, которые нам занят. Не потому, что они там какие-то слова плохие или нас оскорбят. Они агрессивные. Поверьте, это нас совершенно не задевает. Просто смешно просто. Вопрос в том, что это значит, что если человек что-то заставляет в 8 утра, в 9 утра, в 9-19. Позвонить, вот с таким настроением. Позвонить, ну не нравится, но переключили. Может поспорить, может поспорить, выдвинуть какие-то тезисы свои. Позвонить и обкакать. В прямом смысле. Ну да. Это значит, что у человека еще таким голосом, когда кто-то умер. Это значит, что у человека какие-то проблемы вообще в жизни. Либо рабочие, либо такие, либо сякие, либо пятые, либо десятые. И, может быть, это повод обратиться к специалисту, когда все время на негативном фоне. Но всегда же есть выбор, что ты хочешь слышать, на что ты хочешь обращать внимание. Ну невозможно же любить белого зайчика и терпеть, ненавидеть носорога в зоопарке. Говорить, фу, какая гадость, давайте его отсюда. Вообще слово ненавиду, это очень сильно. Очень сильная эмоция, очень сильная. Все, что в этой жизни существует, я имею в виду человеческое проявление, если оно не разрушительное для окружающих и не убивающее окружающих, оно имеет право на существование. А когда тем более амор в корне, то это значительно лучше, чем агрессия, война, растерзать, убить и так далее. Давайте, хорошо, последний спонок и переходим к другой новости, собственно, о которой мы сегодня должны были подбеседовать. Значит, это очень важно, а на мой взгляд, это очень важно. Давайте пообщаемся со слушателями 730, 101, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. О, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Сергей, город Москва. Здравствуйте, Сережа. Да, здравствуйте. Значит, по поводу вот крайнего звонка, да, это, видимо, просто человек, который выразился так, не сезонно, просто он, видимо, не добрал свое время. Он, собственно, о чем сейчас говорим. Вот, а, собственно, по теме, ну, на самом деле, мужчина, он по природе такой, что, ну, знаете, вот все эти разговоры, что, там, он прожил, там, Андрей, допустим, прожил, там, с женой, там, 10 лет, там, или всю жизнь, допустим, да, и, там, ни с кем ни на кого не посмотрел, это все чушь, это все полная чушь. Каждый мужчина, каждый мужчина смотрит на других женщин, будь там он в отношении, будь там он без отношений, не знаю. Вот, это просто суть мужчины, это суть, как бы, мужская суть. Бойца. Ну да, это нормально, это природой нам заложено. Это нормально, если мужчина не думает о женщине, он думает, там, я не знаю, о новой... О новой Ладе Гранта. Или о новых дисках для своей машины. Да, да, да. Вот, поэтому тут, как бы, есть, как бы, женская сторона, взгляда на этот вопрос, а есть мужская, и они крайне различаются. А для женщины, хорошо, я понимаю, что вы смотрели с мужской точки зрения, согласен. Ну, разумеется. А вот женщина, когда у нее несколько отношений, она всех любит, главное? Ну, с женщинами, понимаете, с женщинами тут, как бы, не то, что все сложнее, с женщинами просто иначе. Женщина, она выбирает того, кто, ну, собственно, победет ее за собой. Вот, и вот это единственное, то есть женщина должна именно влюбиться, а мужчине не нужно, то есть мужская любовь и женская любовь, мужское отношение к любви и женское отношение к любви — это совершенно разные вещи. Мужчины не любят какими-то, знаете, высокими идеалами Мужчины любят, грубо говоря, глазами Так, 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 интересно, интересно Здорово, да, вот как глазами мужчины создали весь огромный пласт любовной лирики Любовной литературы, фильмов про сильнейшую любовь В основном авторы мужчины, глубочайшие Большинство, скажем так Большинство, да, я ни в коей мере не умоляю женского вклада Но в основном и то, что женщины цитируют как желательное отношение к себе мужчины Написано мужчинами То есть я вот в этой точке совершенно не согласна Что мужчины не умеют глубоко чувствовать Что мужчины не переживают драму отношений Что они не привязываются так сильно и не прощают так много женщинам Ой, страшные истории бывают Жуткие истории бывают И здесь бы я ни в коей мере не стала бы делить по силе этого чувства По вот этому гендерному признаку мужчины и женщины Ничего подобного И вот такой комментарий на смс-портал Доброе утро, любовь это самое прекрасное чувство на земле А любите вы одного человека или более Если вы счастливы, это самое главное На этом моменте я предлагаю перейти к отцам А тут, друзья, собственно, инфоповод Под который мы пригласили нашу дорогую, любимую Елену Новоселову Итак, смотрите, полиаморные мои Ну мы все так или иначе полиаморы, ребята Ну у нас все-таки подавляющего большинства были, наверное, не одни романтические Хотя, может быть, а любовь, может быть, бывает большая, она единственная Ой, Витюша, не знаю Жизнь такая длинная И я не знаю И такое в ней разное происходит И думаю, что вот она была вчера великая, а завтра еще лучше приходит Еще величее Да? Конечно Ну ладно Невозможно здесь ничего определить Слава Богу, что приходит Поеду к любовнице с чистым сердцем сегодня Похвастался мимоходом Конечно, я поеду Все нормально Смотреть вчерашнюю мать Женита дома Цветет, цветет человек Ну просто любо-дорого посмотреть Спардачок 0,2 Спардачок лег вчера безвольно 0,2 рапиду Вот чем-то Конечно Правда, и мы сыграли не сильно лучше Потрясающе Удивительно Вы тут про любовь Вот она, одна большая любовь Это футбол Помнишь? Помните как? Моряки Мы помним это Потому что мы его рассказывали две недели назад Все, молчи Да, внученька, была одна большая любовь Моряки Вот, собственно, это про футболист Ты к новой ссылке перейдешь Короче, профильный комитет Госдома по вопросам Семьи, женщин и детей На заседании во вторник Рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект Предлагающий установить в России Новый общенациональный праздник День отца Почему, как вы думаете Такое, ну кажется, в общем-то Аполитичное и разумное Абсолютно Инициатива была отклонена А по какой причине Вот я сейчас об этом хотел бы вам рассказать Да, потому что прям интригующе На самом деле все тривиально Члены комитета отметили, что Общенациональные праздники традиционно учреждаются указом президента Отрицательные отзывы и замечания Сводятся к тому, что данный праздник Должен быть установлен нормативным актом Президента Российской Федерации А не Государственной Думы Ах А так ее вне глава комитета Внесла Тамара Плетнева от КПРФ В законопроекте предполагается Отмечать день отца в последнюю субботу октября А Владимир Владимирович У него другие мысли Он сейчас не про отца Хотя сам отец, насколько я знаю Мы не знаем, сколько раз он отец Ну как, минимум два Вы знаете, тема для меня очень больная Потому что я Много опросов проводила И какие-то, естественно, жизненные ситуации Я в них проживала вместе с теми людьми Которые ко мне приходят Дело в том, что я пришла к чудовищному выводу И он меня очень расстраивает В России института отцовства нет Единственное, что сейчас Слава, я не знаю, слава Богу Что молодое поколение Кому сейчас Новая формация Новая формация Вот у них появляется Очень, у мужчин я имею в виду Живейший интерес И очень высокая степень ответственности За рождение ребенка Но это вот только те Кому сейчас около 30 лет Да, все Многие люди, кто старше Мое поколение Так вообще Отцовство Это какая-то картинка на стене Оно Очень редко Бывало живым И скажите мне, пожалуйста Может нам слушатели помогут Ну я знаю Я понимаю, о чем ты говоришь Даже в культуре этого нет Ну нет, это нормально В культуре этого нет Ребенка растит Мать Отец там работает В лучшем случае Живет в семье Его даже роль не прописана Непонятно, что он должен делать Я вам больше Даже скажу Что я здесь испытала Легкий культурный шок Хотя, казалось бы Мы постоянно, да, мы часто обсуждаем Эту новую формацию отцов Ну, шок в хорошем смысле слова Когда на нашем телевидении Есть реклама там Какого-то средства Направленное на подготовку Именно отца К зачатию ребенка Это было настолько Я думаю Боже, неужели мы наконец-то До этого дожили Да И смотрите Какой получается Удивительный парадокс Когда Какая-нибудь дама Рассказывает про своего мужа Про его сложности Да, там Жизни или еще чего-то Она говорит Ну, это понятно Он же рос без отца Но воспитывая своего ребенка Она будет этого же отца От него отдалять Она встанет стеной Потому что отец неумеха Он непременно погубит ребенка Он его не так памперс поменяет Он еще что-то сделает не так И вообще доверять В лес пойти Но он такой рассеянный Он ребенка точно потеряет То есть такое общее недоверие К мужчинам Общее недоверие к отцу Вот оно пронизывает Почти невидимыми нитями Потому что постулируется все Отец это важно Отец действительно Невероятно важно Вот на уровне семьи Вот что такое мужская фигура Да Это закон Это закон На уровне семьи это отец На уровне государства это закон На уровне духовности это бог И это всегда мужская фигура Как приятно Как приятно Это всегда мужская фигура Мужчина это вертикаль Женщина это горизонталь И вот если мы вспомним эту древнейшую, не относящуюся к христианству фигуру, креста А у женщин какая, подождите А у женщин, вот посмотри, когда женщина организатор пространств Она всегда организует моральное и физическое пространство Ну просто элементарно, вот мы приехали отдыхать, да, куда-то с детьми и с мужем Куда идет мужчина? Он идет посмотреть, где здесь безопасно ребенку плавать, где можно на чем-то покататься Где здесь какие-то спортивные вещи, где можно вот что-то такое поделать Все, что интересно твоей дочери Да, например, например А что делает женщина? Она смотрит, какая еда, где можно развесить полотенца мокрые после пляжа Где здесь можно организовать для детей что-то дополнительное Там есть ли там часть какая-то и так далее То есть она сразу организует пространственные вопросы Значит, мне очень понравилась ваша теза, что мужчина на уровне семьи Да, это отец Отец на уровне государства это закон, на уровне планетарном это бог Конечно Великолепно А женщина на уровне семьи это Организатор Организатор пространства, на уровне государства шпало-укладчик И что у нас на уровне планетарном? Ты знаешь, женщина это колоссальная забота Это вертикаль должна на что-то опираться, да Вот если не будет этой горизонтали, она как рында на ветру начинает качаться Женщина это основа основ Это основа вот всего Потому что мужчина не опираясь на женщину чувствует себя очень-очень плохо Друзья, мы продолжим этот разговор через несколько минут В студии Виктор Набутов, Елена Новоселова, меня зовут Дарья Гордеева, ваши комментарии и звонки будем принимать совсем скоро С приветом, Набутов Не плели это все выборы в Приморье Ну просто жир-жирный Как бы не страшно об этом было бы говорить Страшно Эта неделя получилась более лысая, но зато более интересная на международные события, которые имеют к нам непосредственное значение Прежде всего, конечно, это то, как Владимир Путин отреагировал на наши очередные потери в Сирии Очередной сбитый самолет, причем в очередной раз фактически, ну в данном случае в прямую союзником Ладно, обо всем об этом в 10 утра Пока давайте про любовь Про отцов, это же действительно социально важнейшая тема, на мой взгляд У меня болит она В России по формальным юридическим придиркам, скажем так, дескать, инициатива должна исходить не от депутатов Госдумы, а от президента Отказались рассматривать законопроект об остановлении дня отца Вот смотрите, что нам пишут в WhatsApp Работаю в образовании, заявления, все пишутся от имени матерей На собраниях практически матери-бабушки Отцы самоустраняются, так как в нашей системе воспитания даже зазорно отцам, младшим детям много уделять внимания Они свой в кавычках ремень достают позже, когда жена опускает руки И тут начинает главенствовать вывернутое наизнанку воспитание Конечно, надежда на новое поколение отцов Это из Сочи, нам написал человек, подписался педагог с 40-летним стажем Отцы родителей взрослых детей, у нас есть такая, так сказать, установка Да, да, да И потом, смотрите, ведь, собственно говоря, вот этот вынутый ремень, когда уже подростковый возраст наступает Конечно, никто не знает, что делать Во-первых, это поздно А во-вторых, он просто не знает, что ему делать Он интереса найти не может Потому что женщины, как правило, сводят это к ухаживанию за ребенком И нигде отцу невозможно Ну, то есть, не то, что невозможно Ему не предлагается активно, как женщинам, литература Какие-то лекции и так далее Они все равно по форме рекламы, по форме самого месседжа Они все равно адресованы больше женщинам Ну, не будем забывать, что в Европе еще абсолютно одинаковые юридические гарантии И у них есть день отца И у них совершенно спокойно, что отец берет отпуск там на полгода, например, по воспитанию за маленьким лимитом А у нас лузер, если ты взял отпуск по уходу за ребенка, скорее всего, ты меньше, чем жена зарабатываешь Че ты баба? Вот это вот начинается Че ты баба? Ты будешь попу вытирать? Да, почему нет? Мужчина, приезжая на отдых, первым делом идет посмотреть, где тут бар И это разумное, абсолютно правильное А вот смотрите, кстати говоря, еще мнение, что характерно, оно от мужчины Александр из Москвы нам написал Большая часть женщин в России превосходит мужчин интеллектуально и физически К сожалению, бесформенных, деградирующих инфантилов Среди мужчин после 30-35 все больше и больше На больное давят Ну, вы знаете, можно, конечно, опираться на статистику, на личные впечатления Но все равно есть какие-то застрельщики, да, новых времен всегда И я, например, восхищаюсь этими молодыми людьми Для меня они очень молодые, да, 30-35-летними Которые отвоевывают буквально у бабушек, да, у свекрови, у тещ Своё право воспитывать ребёнка так, как они хотят И надевать на ребёнка, я видела эти бои Какую шапку он знает лучше Потому что он помнит себя И он знает, что лучше попрохладнее, чем перегреться И так далее Эти бои иногда приобретают драматические Совершенно Приводят драматическим событиям Битва за внука, это наше всё Это наше всё Причём даже мама устраняется И уступает дорогу бабушке Потому что бабушка уже троих воспитала Она знает лучше Мы просто называем, что бабушка из другого века Она знает лучше, как было в том веке А как в этом веке лучше Не знает никто вообще, с точки зрения воспитания Никто не знает, как надо воспитывать детей И каждое поколение будет делать свои ошибки Мой отец знал И знает И регулярно рассказывает об этом эфире Когда приходят Они росли сами, как кипарисы Это моё главное заслуга И не мешало им расти Значит, он во многом прав Во многом прав Не мешать расти Ну как это страшно Потому что нужно же завоспитывать до смерти Доброе утро Доброе утро, здравствуйте Алло, доброе утро Здравствуйте, как вас зовут? Да, Валентин меня зовут Ой, здравствуйте, Валентин Да, здрасте, здрасте Вот, Виктор, доброе утро Доброе утро — Собственно, по поводу отцов. Я считаю, что однозначно проблема предыдущего поколения, поколения женщин, наверное, которые думают, что молодые отцы, молодые люди не то что не способны, они не хотят как будто бы ухаживать за собственными детьми, а мне, честно говоря, доставляло безумное удовольствие вытирать задницу своей маленькой дочери, ухаживать за ней, укладывать ее ночью, кормить. И я был в ужасе, когда, ну, жена, например, куда-то уезжает, ну, по учебе, да, звонят родители и спрашивают, а что, дочь сегодня с тобой ночью? — С ужасом. — Да, да, и у бабушки где-то. Я в ужасе. Представляете, да, моя дочь со мной вымотная, сокормленная, нагуленная, все в порядке. — Валентин, ну а вот скажите, пожалуйста, вот когда слышите такие новости, да, как то, что вот Госдума не будет, не хочет принимать решение о празднике Дня Отца, обидно становится? Вы считаете, вот нам нужен в России этот праздник? — Ну, говоря, дело не в том, что как-то подчеркнуть этот статус. Мы должны в первую очередь понимать, ну, не понимать, научиться любить этот статус. Вот я отец, да, мне здорово гулять со своей дочерью, вытирать ей задницу, я не знаю, там, играть с ней в эти безумные игру, телоул, там, смотреть эти дебильные ролики в интернете, в ютубе. — Да, мне это прикольно, я знаю, чем живет мой ребенок, я хочу дружить с ним, я хочу быть ей другом, в первую очередь, не отцом, а другом, чтобы она пришла с любой проблемой ко мне могла обратиться. Вот я думаю, что это первоочередная задача любого отца и любому глотку пороза. — Ну и замечательно. — Спасибо большое. — Спасибо, Валентин. — Золотой отец. — Да, просто прекрасно, прекрасно. — Сказничек. — Вы знаете, вот еще Валентин, он абсолютно прав, что это болезнь прошлых поколений, ну и надо понимать, что и социально-экономические условия были таковы, что женщина невольно стала очень сильной, ей деваться было некуда, наши женщины очень сильные, потому что они очень на протяжении ста лет практически заменяли собой и мужчину, и мужчину, и женщину, и когда ей нужно было работать на трех работах, потому что он на войне, или где-нибудь еще, чтобы прокормить детей, ей было не до материнской роли, она носила юбку и брюки, и чаще брюки даже, чем юбку на протяжении очень долгого времени, и пример взять, как делегировать, да, вот эту свою постоянную тревожность. — А вы знаете, мне, кстати говоря, кажется, да, что как раз вот феминизм нас в этой ситуации спасет. — Феминизм? — Да, потому что сейчас начинается вот эта вот история как раз с тем, что я не обязана одна сидеть с ребенком, я тоже хочу идти на работу, разделяй, разделяй со мной эти обязаны. То есть это как раз то хорошее, что в данном случае может... — Кстати, редкий случай, я согласен. — Редкий случай, потому что, да, 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 я тоже согласен. — Все-таки мы живем в стране, которая по своей форме, насаждаемой сверху, вот эти все скрепы и так далее, как бы патриархальный уклад, не без церковного участия, кстати, активного в публичной дискуссии о меде, но по сути своей, по факту является абсолютно матриархальным, в общем, да, что женщин и больше, они действительно на себе вывезли страну после войны и так далее, и так далее, они и работают, и воспитывают детей, и так далее, и многих мужиков это вполне устраивает, мужики живут себе в удовольствие, как правило, ну, откупаются деньгами. — А потом, здесь же еще один вопрос, вот когда мужик возвращается один в деревню, да, или там на улице в городе, он всего один с войны вернулся, и больше никого нет, и они за пять лет вытащили, да, и детей спасли, и как-то прокормились, то, конечно, на него как на бога смотрят, хоть увидеть, как он выглядит, да, и потому вот это вот некоторое иждивенческое порой, да, состояние мужчины, оно не потому, что мужчины плохие, подо всем есть некая причина, не просто так, вот они взяли и стали такими вот лоботрясами, это не так, потому что само устройство общества, философия общества такова. — Да, да, ребята, ловим кайф, мы догуливаем с вами на этом непаханном, шикарном, в общем-то, поле, особенно если немножко проинвестировать. — Плохо догуливаете, на 100 браков 86 разводов, так себе, так себе догуливаете. — Такого же кайфа, такая красота, посмотрите, даже иностранные футбольные батюшки говорят, футбол у вас хреновый, а вот зато все остальное хорошо. Вот видите, какие счастливые люди к нам приезжают, давайте кайфовать, скоро лафа закончится. — Уже заканчивается. — Вот эти, мужики, они как куры, 20 метров. — Вить, вот какой посыл даешь, да, что это была лафа, вот только что Валентин позвонил и сказал, есть другая лафа, есть другой кайф. — Я вообще не про... А я не про... — Правда же? — Нет, секунду. — Человек-парадокс. — Я сейчас не про детей. — Обожаю. — Более того, есть большая разница, когда все-таки ты, вот как в студенческие годы, как наш замечательный слушатель, насколько я понимаю, ну в раннем возрасте, да, и у тебя, конечно, одно отношение, ты еще сам не пожил, хочется потусить, больше энергии. — Он хочет быть другом, потому что он близок. — Да нет, это как раз нормально. Это вопрос уже жизненных установок. Вот я был для своих и остаюсь не просто другом, а старшим братом, кормильцем там для мамы, напряжение последнее, с 20-летнего возраста и так далее. У нас такие отношения всегда были свободные, никакого диктата. И, соответственно, я также буду, вот мне очень близко вот это отношение, я также буду их выстраивать, потому что у меня младшие братья на 15 лет младше, я для них тоже старший друг, а не старший брат, и мы обмениваемся, сейчас они уже не такие маленькие, нам всем интересно друг с другом и так далее. Но... Тьфу, ты сбил меня, в смысле своей дура. — Ты хотел сказать про разницу отношений к детям в возрасте. — Вот, например, в 40, когда ты уже подходишь осознанно к гетеророждению сейчас, то для меня это совершенно естественно, Ивана. Ты будешь кайфовать от этого, и ты можешь где-то себя уже ущемить в каких своих хотелках, желаниях. — Это классное состояние, что новая открывающаяся жизнь. — Наоборот, это новая для тебя, конечно, новая история. — Да, да, да. — Но это всегда так, это всегда. — Еще сообщение Александра из Нижнего Новгорода, пишет. — Доброе утро, у нас трое детей, каждый раз я освобождала мужа от ухода за ними, так как считала, что он работает, ночные вставания и все остальное с меня. Сейчас считаю это ошибкой и очень жалею. Откуда взяться любви к детям, если начинаешь с ними общаться, только когда они уже идут в детский сад или школу? Нигде про это не говорилось в наше время. А вообще, родители — это самая сложная профессия. — Очень понравилось таскать своих детей в слинги, на улице и в магазинах. Честно, встречал недоуменные взгляды Алексея из Москвы. Вот как раз я рассказывал про Сильвермен, наш проект. Недавно я съездил в Германию с большой массовым мероприятием, где очень много семей приезжали на эти забеги, почти все с детишками. И половина мужиков точно их таскает на себя. То есть там стопроцентное равное участие. — Да вы войдите в любой парк в воскресный день в Европе, вы увидите мужчин с колясками. А женщины в это время занимаются тем, что им в это время интересно. Они освобождают своих жен на выходные и от этого получают удовольствие. Я видела, как плачет мужчина, когда у него девочка вошла в подростковый возраст и стала заводить уже мальчиков и больше времени проводить там. Он плакал от этой потери. Я не видела расслабительных отцов. — Это для любого отца испытание. — Елена Новоселова, Виктор Набутов, меня зовут Дарья Гордеева. Несколько минут, и мы вернемся в эфир. — С приветом, Набутов. — Так, быстренько, быстренько читаю, что вы нам пишете. Доброе утро, у меня муж делает все и готовит и занимается ребенком, правильно, но он серп. Ира Йовович. Это сестра милая. — Да, это... — А, нет, виноват, Йовичич. Йовичич, нет, это только... Сейчас несколько сообщений прямо. Я подряд, как я хотела комментировать. Так, старший брат забывал меня забирать в детстве из театра, встречать из музыкалской. Всегда считал его инфантилом в отношении женщин, забота о них, как мужчины. Сейчас он классный отец двоих детей, сама забота, надежда, опора. Терфачу мужа, как мой старший брат, пишет нам, молитв. Мне кажется, что жена не может дать правильный пример моему сыну. Она не читает, она плохо училась. У нее странные некоторые установки. Накопительство, а не творчество. Кто, как не я, по каждому другой мир. Другую точку зрения. Пусть выбирает, скажет Алексей, пишет нам Алексей. Конечно, кто покажет, особенно сыну. Тут еще важный вариант, да, кому... Сыну одно, а девочке другое. Что можно играть в переходе на гитаре, колбасить эти монеты. А девочке, как мужчина должен относиться к женщине. Как он, да, вот это ощущение заботы, тепла и искренности. Кто еще подняет? Да, но с другой стороны, ты формируешь у ребенка определенные установки, которых потом он может и не встретить в жизни. Вы представляете себе, каким кризисом это приводит? А вот ты представляешь, если это будет неким трендом, то тогда встретят. Потому что папы будут с мальчиками, да, показывать им пример отношений и к маме, и к семье. А девочки тоже будут показывать, каким мужчина может быть. И они непременно встретятся. То есть это будет изменение субсиума. Окей, окей, мы берем две социальных установки конкурирующих. Вот вам выбирать одно, это домострой, который плохо подтверждается жизнью в силу разных демографических проблем и рабочих моментов, и то, что женщины абсолютно конкурентоспособны во всех отраслях вместе с мужчинами. Это российский подход, насуждаемый еще и церковью во многом, кстати говоря, да. И есть равный подход европейский. Вот вата против либералов. Вот экстраполируется, как на семейные отношения и отношения с детьми, цивилизационный конфликт России и Запада. На самом деле сейчас во многом это так. И нашим девочкам, что показал чемпионат мира, нравится не только то, что мальчики проверяют загорелые и вкусно пахнущие, а это тоже часть установки. Это часть культуры, семейные взаимоотношения. Отношения к себе, отношения к семье, к окружающим, да, и так далее. И нашим женщинам очень даже это нравится. И очень даже нравится, что вот они такие, что они сидят с детьми, что они несут, как мой лучший друг, который живет в Германии, он живет, точнее, во Франции, жена в Германии, у них ровно ребенок, ну, 60 на 40, скажем так, да, вот. А иногда 50 на 50, да, у них четкая договоренность. Что в плане финансовом, что в плане проведенного времени. Это уже значимая фигура, как и мать. Вот это до нас не доходит. Они абсолютно одинаковые по важности фигуры глазами ребенка. Они неотъемлемы друг от друга. Они рождаются вместе с ребенком, как папа и мама. И каким образом мы умудряемся устранять отца и оставлять только фигуру матери, это вообще очень интересный глубокий разговор про это может быть. Каким образом женщина все забирает себе, потом плачет. Потому что накопительство у нее, а у мужчины творчество, как нам только что написал Алексей. Она все себе загребущая, все, у них мало ей эти шубы, туфли, дети, квартиры. Бессознательный процесс, я скажу, наверное, сейчас под конец совсем скандальную вещь. Матка. Далее в эфире. Это было неплохо. Далее в эфире Николай Карлович звонит, друзья, будем обсуждать главные новости этой недели. А у вас как раз есть, Елена, 40 секунд для того, чтобы закончить вот эту вот интересную мысль. Я отбиваюсь от темы про матку. Это не так смешно, как кажется. Дело в том, что женщина на бессознательном уровне, у нас принято говорить о ее материнстве как дарение жизни. Но мы забываем, что она дарит и смерть. Потому что все живое рано или поздно уходит из этой жизни. И она в себе носит эту идею на бессознательном уровне. Она альфа и омега этой жизни. И потому вот эта женская сила против мужской всегда выигрывает. Спасибо большое. Через две недели мы вернемся к этому разговору. Готовьтесь. Неприлена Новоселова была в студии «Серебряного дождя». Субтитры создавал DimaTorzok